Переходим к следующему сообщению, и вот о повреждении макулы при глаукоме нам расскажет Дональд Худ, который как раз и описал это повреждение, и мы сейчас поймем, почему это происходит при глаукоме на ранних стадиях. Дональд Худ, мы слушаем. Те вещи, которые вы хорошо знаете, но я хочу убедиться, что мы говорим на одном языке, терминология одна и то же. Мы знаем, что глаукома убирает аксоны и тела ГКС, и вот это пораженные области, это плексифорный слой внутренний, это синапсы биполярных клеток, либо гонглиозный, ретинальный ГКС или СНВС. Также СНВС, слой нервных волокон, сетчатки, это как раз аксоны и гонглиозных клеток, а также сосуды, палочки и колбочки. Вот эти три области, которые вовлекаются и поражаются при глаукоме. Еще один анатомический момент, аспект, чтобы понимать глаукома. Как аксоны гонглиозных клеток, и которые называются как раз СНВС, как они в пучках добираются до диска ДДЗН. Схематически, вот как это выглядит. Вы должны понять следующие характеристики. В первую очередь, ГКС на стороне диска, ФВИА посылает свои аксоны. Вот таким образом, более-менее напрямую. Но другая сторона. Вот аксоны по дуге идут, и они отгибают ФВИА. И пучок вот здесь, внизу диска, вы помните, это малая партия глазного дна аксоны из многих других мест исходят. Вот этот пучок в нижнем квадранте, он наиболее подвержен повреждению при глаукоме. То же самое и вот здесь происходит, в этой области. И вот еще один регион, наиболее, уязвим для глаукомы. Из-за вот такой вот анатомии и в силу того, что повреждения при глаукоме в области диска, получается, у вас аркуатный дефект такой дугообразный, характерный появляется. Традиционное отношение к макулярному зрению вот какое. А то все оно у него влечено. Центральное зрение не поражается при глаукоме. И причина для этого в общем. Традиционно полагается, что вот эти самые уязвимые регионы, они вот здесь расположены. Но аксоны ганглиозных клеток, макулы или, скажем, центральное зрение, они идут в височную область, которая менее уязвима для поражения или повреждения. Вот 8 градусов от макулы. Вот о чем мы говорим в данный момент. Вот еще один момент, который надо помнить. Что делает ОКТ? Что дает? Это неинвазивная техника или технология. То есть ретинальная анатомия исследуется, неинвазивная, измеряется. И это также как использование света, так же как в ультразвуке звука. Но здесь световая волна дает лучшее разрешение пространственное. И вот вы видите глазное дно здесь на изображение. И одновременно гистология той же области. Это не моя гистология. Это посмертное исследование гистологических срезов. И вот вы видите карту одного и того же. Гистология ОКТ. Вы просто видите сравнение светового микроскопа и ОКТ и сли. Ну и вот здесь СНВС. Вы видите слой нервных волоконсечалки. Аксоны ганглиозных клеток. Вы видите. Это такой тонкий слой. Затем, соответственно, ГКС и внутриплексифольный слой. И в первую очередь ганглиозные клетки и АКСОН. Вот вы видите ГКС и АКСОНы, которые как раз идут к зрительному нерву. И вот здесь плексифольный слой, внутренний слой, который поражается при ганглиозных клетках. Вот пораженный ГКС и вопрос ставит, можем ли мы реально измерять тащину ГКС у человека. А вот вы видите данные из публикации 2012 года еще. Это исследование, конечно. Вот данные. 128 здоровых пациентов приняли участие в исследовании. Вот эти сканы центрированы на фове и центрированы на диске. Это стандартные сканы. В общем, каждый из сканов 128. Горизонтальные, так называемые, B-сканы. Вот как они выглядят традиционно. Вот элементы из слои, вот СНВС, с луниерных волокон в сетчатке. А это, соответственно, ГКС и внутренний плексифольный слой. ВКС, ВПС. Это цветовая диаграмма. Опять-таки, СНВС, ГКС и ВПС. В темном цвете все. Это значит, слой очень тонкий. А в красном очень толстый. И вы видите как раз ободок Дональда. Здесь показан. И то же самое оценивали в 128 контрольных глазах. Да, не только глухом. Вы видите, этот ободок имеет радиус 8 градусов в макуле. Это как раз область сетчатки. 2% всей области сетчатки, в которой сосредоточено 30% гангриозных клеток сетчатки. Это очень важно, чтобы могли рассматривать лица, водить, читать и так далее. Именно эта область, 2%. Если мы накладываем эти изображения, то вы видите, где именно толстый слой располагается СНВС и ГКС. То есть, что мы реально изменяем ГКС и толщину макулы. Вот работа, когда мы опубликовали эту работу, Кристин Керси с коллегами тоже изучали человеческий глаз, гистологию слоев сетчатки. 18 донанских глаз исследований. Вы видите, ее результаты показаны справа. Гистология. Но она исследовала ту же область, что и мы. Но гистологию. Как раз область фавеи, область ямки. И вот в этих график. Здесь как раз толщина гистологически измерена, показана. Центр фавеи. Слой СНВС и слой ГКС. И наши ОКТ. Ну вот вы видите, ее данные представлены на этом графике. И давайте мы наложим, скажем, и покажем на ОКТ наши данные. А теперь наше измерение на ОКТ. И мы графики накладываем, на гистологические наклады в нашу ОКТ график. Мы видим очень хорошее соответствие. И мы скорректируем ее данные по сжатию, о которой она упоминается в исследовании, сжатию тканей. То мы видим полное совпадение. Это означает, что с помощью ОКТ мы можем измерять толщину. И мы можем в макулу прямо попадать, ну, скажем, с точностью плюс 8 градусов. Вот здесь вы видите исследование. 156 глаз, 113 пациентов с глаукомом или с подозрением на глаукомом. Или с подозрением. И вы видите, протокол используется 24.2 в исследовании полей зрения. И, соответственно, они были нормальными в случаях подозрения или измененными пациентам с глаукомомом. Вот мы так измеряем поле зрения. Статическое автоматическое переметрие, или так называемое САП. Вот вы видите, пациент сидит, сидит, нажимает кнопочку, когда свет вспыхивает. И вот такую карту мы получаем в качестве результата отчета. Это стандартные отчеты или результаты, которые мы в Штатах видим. Я не знаю, таких ли стандартов вы придерживаетесь в России. Но я просто хочу напомнить, что субъект определяет очень быстро мелькающие вспышки света. И вот здесь достаточно большой шаг. Каждые 6 градусов, начиная с плюс-минус 3 градуса точки фиксации. И вот эта макула, да, как раз, точка фиксации. Вот эти числа здесь не столь важны или числа. Но я хочу напомнить, как это следует считать. Если минус 13 дБ, значит, что пациент теряет чувствительность, чувствительность минус 13 дБ по сравнению с... В 13 раз потеряно чувствительность по сравнению со здоровым контролем глазом. Вот данные в вероятностных измерениях. Вот этот символ означает, что это норма. А вот здесь другие символы, которые показывают результаты, отличные от нормы. И вот здесь статистические данные по отклонениям. Первая аппроксимация даст вам некое среднее всех этих измеренных показателей. То есть наиболее частый тест для определения полей зрения пациентов с глауком. Протокол 24.2. Вот о чем речь шла. Давайте посмотрим область макулы. Вот контрольные глаза, толщина макулы. И мы разделили глаза на контрольные здоровые. Здесь полное совпадение по возрасту. Получены средние данные, толщина ГГС в сетчатке. И вот это нормальный диапазон для пациентов. Средние отклонения, которые показаны минус 1,5 дБ. В протоколе 24.2 это норма. А затем норма до легкой степени глаукомы со средними отклонениями до минус 6. И вот глаукома в средней степени выраженности. Здесь уже более серьезное отклонение. И вы видите, в черной стрелкой показывает толщина. То есть идет уточнение ГКС слоя. Слой стончается и стончается. И как это показать? Вы можете взять контрольные глаза. То есть возьмете пациент. Возьмете контрольные случаи и увидите, что. Вот этот график толщины. В красном это намного тоньше, чем в норме. И зеленый это норма. Что я хочу вам показать здесь. ГКС плюс внутренний плексифорный слой. С нарастанием тяжести глаукомы слой тоньше и тоньше. Что важно. В диапазоне нормы вы тоже уже видите снижение, утончение этих слой. Таким образом, макула страдает очень рано в глаукоментозном процессе. То есть эти повреждения очень рано могут быть замечены. Есть ли другие опубликованные данные в поддержку? И ответ – да. Очень интересное исследование еще от 1984 года. Здесь смотрели на локализацию самых ранних повреждений поля зрения. 3000 глаз почти с повышенным ВГД слез. В 45 глазах отмечали прогрессирование от нормы до патологии на протяжении периода наблюдения. Это немножко смущающий вас график, но здесь показано число глаз. То есть сколько из 45 глаз показали прогрессирование в конкретных точках. Вот здесь, например, 10 глаз имели ранее глаукомное повреждение вот этой локализации. Это слепое пятно. Вот здесь в круге 10 градусов самые ранние повреждения при глаукомии были и выявлены. Самые ранние, инициальные, в центральных 5 градусах, особенно в верхних полях зрения. Опять-таки, макула очень рано повреждается в глаукоментозном процессе. Второй момент. Может быть, вот этот протокол 24.2 не может отследить, выявить вот эти ранние поражения макулы. Давайте посмотрим на диаграмму. Вот как локализованы эти точки в протоколе 24.2, когда мы изучаем поля зрения. Скажем, это приналожение УКТ-графиков и полей зрения. Ну а здесь не учтено смещение скопления ганглиозных клеток. Давайте я поясню. Если вы хотите правильное сравнение провести, то вам нужно учесть смещение ГКС рядом с Фавеа. Вы должны понимать, что свет падает здесь, падает здесь, где красная стрелка. А стимулируются-то клетки там, где зеленая стрелка. То есть это исследование ДРАЗДО в лаборатории Кристиан Кёрси. Что они делали в этом исследовании, в своей лаборатории? Они выбрали рецепторы, на которые раздражали светом, а затем отследили на микроэлектрограммах, как аксон проводит. Куда именно? В какие ганглиозные клетки проводится сигнал? Я показал, что стимулируются ганглиозные клетки, показанные зеленой стрелкой. То есть мы скорректировали локализацию ГКС ганглиозных клеток, основанной на этой анатомии. Вот что было до учета смещения тел ганглиозных клеток. И вот что произошло. То есть оказывается, что ранние повреждения попадают в область вот этих четырех основных точек. То есть второй момент. Мы можем упустить повреждения макулы, используя протокол 24.2. Вот вам пример. У пациента проводят тестирование в один и тот же день. Два протокола. 24.2 протокол и протокол с более, так сказать, плотными, частыми точками тестирования. Протокол 10.2. И вот здесь макула, вот эта область выделена в кружке. И вот здесь шаг 6 градусов составляет, то есть расстояние между двумя точками. А второй протокол 10.2. Более тесно плоткие точки располагаются, то есть шаг 2 градуса. Два градуса. А точки фиксации плюс мисс градус. Вы видите красную стрелку? Дефект. А где он здесь на верхней диаграмме? Вот вы видите, если возьмете 10 точек, масштабируете их и разместите на другую диаграмму, то вы увидите, что глубокий дефект лежит как раз в той области, которая попадает между точек тестирования протокола 24.2. То есть мы недооцениваем повреждения макулы, и оказывается, что макула повреждается очень рано на глоукомутозном процессе. Это данные нашей лаборатории и других. В среднем чаще всего повреждения в нижней части ретины, в верхнем поле. Вот здесь верхнее поле зрения и нижняя область ретины, и здесь больше число повреждений. То есть где красные и черные стрелки показаны. А почему? Почему нижняя область ретины повреждается и верхние поля зрения? Почему именно там раннее повреждение? Почему именно верхнее поле зрения и нижняя ретина? Опять-таки, вот традиционно то, что мы видим, центральная макула, как правило, глаукома не повреждает центральную макулу. Вот аксоны, видите, они идут в височную область, из области макулы. Вот что мы нашли, и я думаю, что доказательства из других лабораторий приходят. Вот те самые 8 градусов, я напоминаю, что, где чаще всего мы видим повреждения на глазу пациентов с глаукомой средней тяжести, вот эти все регионы, все ганглиозные клетки отсюда посылают аксоны в наименее уязвимый височный квадрант. И мы ожидаем, что аксоны отсюда идут в более, так сказать, уязвимые области. Вот это дугообразные аксоны, которые дугами идут. Однако, если эти ганглиозные клетки посылают аксоны в самую уязвимую часть диска, то есть мы говорим макулярно-уязвимая зона, вот эта уязвимая зона, вот эта уязвимая зона, более уязвимая зона и вот эта более уязвимая. И это вот как раз уязвимая зона макулы получается у нас. И анатомические и поведенческие данные накладываются, полностью совпадают. Вернемся к исследованию 1984 года. То, что мы чаще всего игнорируем. Я напоминаю, они получили доказательства наиболее раннего повреждения, вот эти в рамках этих пяти градусов, как раз верхнее поля зрения захватывает. Давайте возьмем эти данные, и давайте как раз ретину возьмем и наложим изображение. Вот что оказывается, что эти четыре точки от 1984 года, они попадают при наложении диаграмм, наиболее уязвимая область макулы. И именно она и будет повреждена в первую очередь. Модель прогнозирует также, что наименее уязвимые регионы наименьшим образом повреждаются, наименьшей степени. И вот вы очень хорошо знакомы с такими диаграммами, с такими картами поля зрения пациента, пациента с поздней стадией глаголы. Вы видите несимметричное повреждение макулы, очень несимметричное. Опять-таки мы берем эти поля зрения и берем сетчатку, и производим наложение изображения, диаграмм. Центр диска, вы видите полное совпадение данных. Да, полное совпадение. И вот данные от доктора Лиммана и пациента доктора Рича, пациента с поздними стадиями глоукомы, и менее уязвимая область, то же самое, те же самые данные. Третий момент очень важный. Раннее повреждение может быть и очень локальным, а может и весьма распространенным, рассеянным. Как это выглядит? Вот здесь уже есть изменения и нарушения, и здесь изменения, то есть патология. Примерно пять лет назад мы изучали глаза с поражением макулы, и это подтверждено было и на ОКТ, и изучением и полями зрения, измененными полями зрения. И у некоторых, например, весьма поверхностное распространенное повреждение было найдено, а у некоторых локальное или глубокое. Это то, что легко можно пропустить. Отпланение паттернов. Вот ОКТ, например, говорит вам, что это диффузное поражение сетчатки. И у нас есть множество публикаций по раннему диффузному поражению. И почему раннее повреждение включают макула? Локальные дефекты чаще всего включают уязвимые зоны макулы, но вы видите, это также диффузное поражение иногда. Данные Дана Бламберг и Джефф Лиммен показали, как раз диффузное поражение, показали, что диффузное поражение связано со снижением зрительной функции. Это как раз смазанность с трудностями при переходе света в темноту и так далее, нечеткое изображение. Вот такие трудности со зрением. Итак, вы можете получить объемное ОКТ макулы. И без этих объемных снимков вы можете не увидеть поражение макулы. Вот исследование, выполненное пару лет назад. Здесь подтверждено поражение макулы, как с помощью ОКТ, так и протокола 10.2. То есть поля зрения изучено по протоколу 10.2. Вы видите, в большинстве случаев результаты исследований коммерческие были нормальными совершенно. То есть говорили о том, что глаза здоровы. А вот наши данные были совершенно иные. Топография. Сравнение данных ОКТ и топографию полей зрения. Если вы произведете наложение патологии, выявленной на ОКТ и на полях зрения по протоколу 10.2, вы видите, полное совпадение. Ну и в заключение, глоукомное поражение всегда захватывает макулу. И может быть и локальное поражение зрения, и диссеминирование. Это может быть незамечено на полях зрения по стандартному протоколу 24.2. И очень важно делать объемные ОКТ снимки макулы и диаграммы ГКС, чтобы выявить эти поражения. Очень важно составлять результаты тестов 10.2 с вероятностными диаграммами. Если вы хотите узнать побольше, у нас есть две публикации. Одна публикация в Progress and Readiness Research 2013-2017 года, а также в журнале Glaucoma, IOVS, а также на веб-сайте моей лекции. Есть, которые вы можете послушать. Спасибо большое за ваше внимание. Большое спасибо, Дональд. Большое спасибо, великолепная лекция. И я очень рада, что мы сегодня имели уникальную возможность познакомить российских докторов с вашими впечатляющими исследованиями, очень важными. И я хочу напомнить, что сейчас у нас на подключении более 500 докторов из разных регионов Российской Федерации. И вы очень понятно объяснили, анатомически обосновали, почему вовлекаются эти зоны, и как важно их как можно раньше исследовать. Вот уже стали поступать вопросы от докторов, и всех, конечно, интересует вопрос главный. Почему поражается макула при Glaucoma? Мы только что услышали из лекции доктора Пака, что при нормотензивной Glaucoma раньше всего вовлекаются нижние отделы, нижняя гемисфера макулы. Как это объяснить, что именно при нормотензивной Glaucoma? Простой ответ. Мы не знаем. Самый простой. Общий вопрос вот так. Почему это нижний квадрант? Почему он наиболее уязвим? Есть множество объяснений, почему повреждается эта область. Это связано с биомеханикой. Кто-то объясняет кровоснабжение. Может быть, там скопление аксонов просто. Ответ наиболее вероятно лежит в комбинации всех факторов. Если возьмете решетчатую пластину, например, то все факторы там взаимодействуют. Это та область. Где больше всего происходит кровоизлияние в область диска. Поэтому все три фактора нужно учитывать. Большое спасибо, Дональд. И мы знаем, что кровоизлияние тоже более характерно для нормотензивной Glaucoma. Я особенно интересовалась вот этим вопросом, в том числе, как и наши доктора, потому что мы сейчас, выполняя ОКТ-ангиографию, все больше убеждаемся в том, что очень рано в парафове страдает плотность капиллярной сети. И это происходит при прогрессировании заболевания, особенно при быстром прогрессировании, даже при нормальном офтальмотонусе, именно в нижней гемисфере до того, как происходит истончение ганглиозного слоя. Вот я надеюсь, что нам поможет этот метод понять природу поражения макулярного. Мы очень вплотную подошли к этой интриге, к этому важному решению. И сейчас, пользуясь случаем, я хочу задать от себя еще вопрос вам. Просто мы все знаем ваши глубокие исследования в области электрофизиологии, зрения в том числе. Вот как, по-вашему, для диагностики Glaucoma должны ли мы сосредоточиться на структурных исследованиях, исследованиях структуры, или все-таки функциональные методы тоже играют роль и будут в перспективе иметь значение? Интересный вопрос. Собственно, однажды, когда-то мы тестировали всех пациентов с помощью ERG, мультифокальный паттерн, а затем позже ДЭП, простите, электрофизиологическое тестирование сейчас мы не выполняем. То есть мы вот что узнали. Если есть объемное исследование, широкопольное, макулы и диска, то важно использовать протокол 24.2.10.2, и только тогда структурные изменения по ОКТ и по полям зрения совпадают, да вам вообще электрофизиология не нужна с протоколом 10.2. Понятно. Именно поэтому я хочу обратить внимание коллег, что в современных периметрах акцент делается на исследовании 10.2. У нас недавно в Санкт-Петербурге был доктор Дэморайс, делал прекрасную лекцию на белых ночах, и был вопрос из аудитории к нему, надо ли исследовать всем больным вот 10.2. Насколько я помню, ответ был таков, что если мы видим быстрое прогрессирование, то надо сосредоточиться на этой области. А как, по-вашему, должны ли мы всем больным выполнять эту периметрию 10.2, когда возникает подозрение на галукому? Собственно, чему мы учим наших врачей? Любой, кто заслуживает периметрию 24.2, протокол заслуживает и периметрию 10.2. Если вы сначала ОКТ выполняете, то вы принимаете решение, с чего вы начнете. Некоторые специалисты вообще протокол 10.2 используют сначала. А когда вы мониторируете пациент, все зависит от варианта повреждения. Большинство пациентов имеют макулярное повреждение, если это протокол, то должен быть 10.2. А те пациенты, у которых повреждение за пределами макулы, нужно использовать протокол 2.4.2. Спасибо. Мы возьмем это себе на заметку. Большое спасибо, Дональд, что вы сегодня к нам присоединились. И это для нас, конечно, большая честь, что вы приняли участие в такой интересной, очень важном, на мой взгляд, и очень своевременном вебинаре, потому что, к большому сожалению, доктора в нашей стране во многом еще ориентируется на цифры внутриглазного давления. И мне на самом деле сегодня как раз хотелось обратить внимание на те очень важные аспекты, которые порой уходят из поля зрения докторов, но, может быть, в силу того, что нет технологии. Конечно, пока далеко не во всех клиниках есть когерентная томографа. Я думаю, что, наверное, это даже к Соединенным Штатам относится, что это не так просто каждому больному проводить мониторинг вот с такими сложными технологиями. Может быть, этим объясняется. Но, я думаю, доктора должны наши знать о том, что эти технологии приходят, и там, где есть возможность их сделать, надо сделать как можно чаще. Кстати, как по-вашему, как часто надо проводить оптическую когерентную томографию нашим пациентам? Это оно, над чем мы сейчас работаем. И по этой причине следующий докладчик Джефф будет кое-что пояснять, я полагаю. Вопрос по-другому должен быть. Как часто поля зрения требуется? Если у вас ОКТ есть, почему бы не выполнить на каждом визите? Поэтому, если ОКТ, возможно, на каждом визите, как часто потребуется следовать поля зрения, а не наоборот? Вы видите, я вопрос развернул по-другому. Ясно ли вам это? Да, мне очень ясно. Я прекрасно помню очень интересный доклад, с которым на Тихоокеанской академии выполнял ваш коллега, профессор Либман. Он как раз обосновывал в какой-то степени тезис о том, что периметрия немножко уходит в прошлое, и мы должны сосредоточиться на оптической когерентной томографии. Вот поэтому был мой вопрос. Тем более, что все мы знаем, что существует препериметрическая стадия, и очень долго не наступают эти изменения. Возможно, если мы будем исследовать поле 10.2, мы будем раньше эти изменения находить. И я абсолютно с вами согласна, что при каждом визите надо делать вот эти исследования, потому что это нам позволит раньше обнаружить прогрессирование. Коллеги, в том исследовании, которое я сегодня упомянула, британское исследование по латонопросту, почему так быстро удалось его выполнить за два года, доказать, что латонопросту снижает прогрессирование в два раза, потому что 11 периметрий было выполнено этим пациентам, и очень рано стало заметно, где появляются дефекты поля зрения. То есть вот в чем ключ, мы должны обязательно это выполнять. Коллеги, я думаю, что мы немножечко лимитированы во времени. Спасибо большое, Дональд. Спасибо.